МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии Мирамгуль Салкимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. А сейчас коротко о главном. Пять строительных объектов в городе Тимиртау посетил Ерлан Кошанов. Глава региона дал удовлетворительную оценку процессу ремонта. Спустя 10 лет школа для детей с нарушением зрения распахнет свои двери. Какие нарушения выявили чиновники, расскажут наши корреспонденты. Карагандинская группа компаний ТО «Каспласт» и «Бекемпласт» планируют увеличить объем производства. О лучшей компании этого года и их благотворительных программах расскажем в следующем сюжете. Аким Карагандинской области с рабочей поездкой посетил город Металургов. Там глава региона Ерлан Кошанов провел контроль работы пяти строительных объектов Тимиртау. Это дороги, дворы, юношеский центр, мост и парк. Ерлан Кошанов остался довольным ходом работы и дал положительную оценку. Первым объектом посещения Ерлана Кошанова была дорога от улицы Карагандинской шоссе до улицы Байситовой. Подрядчиком этого участка является ТО «Жебек-Жолы». По плану этой местности подрядчик должен отремонтировать дорогу, тротуар, бордюр и близлежащие дворы по улице Байситовой. Общий объем ремонта составляет более 9300 квадратных метров. До 30 июля ремонт полностью завершится, отметил заместитель директора подрядной организации. Следующий объект, который посетил глава региона, был детский и юношеский центр ОЛЕ. Здесь будут ремонтировать крышу, сделают брусчатки и поставят забор. Подрядчик организации АСАРКИИЗЭТ. В Тимиртау это главное учреждение дополнительного образования. Бывший дом пионера существует более 50 лет, вмещает в себя более 500 детей. Внешний ремонт удовлетворил Акима области, но вот только потолок внутри актового зала в плачевном состоянии. В плане ремонта потолка не указывается, поэтому его придется делать за свой счет. Но Ерлан Кушанов наказал местным чиновникам, чтобы помогли с ремонтом потолка. Далее Ерлан Кушанов проехал по дорогам от улицы Блюхера на проспект Республики. Более пяти километров ремонтируется на этом участке. Подрядчик этого участка Лева Акопян. Фирма «Армстрой» отстают от графика. Глава региона не раз делал замечания этой подрядной фирме и наказал, чтобы после этой работы отправят эту фирму в черный список. Фирма «Армстрой» занималась ремонтом дорог в городах Тимиртау, Чезгазган, в Караганде. И на всех этих участках ремонт ни одного сезона не держался. Если в следующий год опять пойдут шуршения или трещины, черный список. Глава региона проверил, как индивидуальные предприниматели ремонтируют дворы. Ерлан Кушанов выразил благодарность за такой вклад городу. Аким Тимиртау признался, что бизнесмены все чаще проявляют инициативы. Мы живем в этом городе, мы с предпринимателями общаемся, мы работаем, мы живем здесь. И каждый свою долю в город вложить должен. Поэтому я считаю, что это их выросли здесь, живут здесь, зарабатывают, бизнес делают здесь. И вклад в город должны вложить. Я так считаю, что мы их не уговариваем, мы с ними ведем диалог, и они откликаются. И, наконец, Аким Карагандинской области посетил парк города Тимиртау. По программе Туганжер Арселор Миттл занялся ремонтом парка. Эта компания займется восстановлением основной танцевальной площадки. Сделают две спортивные площадки, поставят новые брусчатки, сделают освещение. Площадь ремонта составляет около одного гектара. Завершить планируют до октября. Весь ремонт на себя возьмут бизнесмены. Из бюджета выделят деньги только на камер видеонаблюдения. Основная танцевальная площадка и две спортивные площадки. Это баскетбольная и волейбольная площадка, которые расположены на другой части парка. Вы могли бы полностью парк взять? Вы знаете, что мне импонирует в нынешнем подходе? То, что господин Аким распределил ответственность. Мы понимаем, что да, часть работы основная – это наша, но мы не единственные в этом городе. И я считаю, что это общественное мероприятие, в котором должны участвовать и другие предприниматели. Это вот эта танцевальная площадка, вот эта, вот средний лист, вторая позиция. И баскетбольная и волейбольные площадки, которые будут расположены в той стороне парка, вон по линии Дюза. Завершающая поездка Акима области был мост. Подрядчик этого участка Владимир Топильский, фирма «Ритм». Мужчина признается, что сейчас битум кажется искусственным. Раньше брали битум российский, проблем не было. Сейчас берем по-владарски, приходится по несколько раз проверять, отметил Владимир Топильский. Эта фирма занимается ремонтом дороги протяженностью более 47 километров. Больше половины уже завершена. Полностью закончить ремонт всех дорог планируют к концу августа. Также по городу ремонтируют ливневки и ставят новые светофоры. Очень много ливного канализации. Всю ливневку приводим в соответствие. Меняем светофоры на двух площадях. Это вот на перекрестке Мира Металургов и Димитрова Металургов. Эти все коммуникации проявили. Теперь все уже с завтрашнего дня Металургов приступает к асфальтированию. Подводя итоги, Ирлан Кушанов дал положительную оценку всем строительным объектам и поручил Акиму города Тимиртау и в дальнейшем следить за качеством ремонта. С начала учебного года свои двери откроет новая школа-интернат для детей с нарушением зрения. Учебное заведение рассчитано на 250 мест. Здесь есть общежитие, специальные мастерские, бассейн, спортзал, кинозал, а также комфортабельные учебные классы и благоустроенная игровая площадка. С проведенной работой глава региона Ирлан Кушанов ознакомился лично. Специализированную школу-интернат для детей с нарушенным зрением начали возводить еще в 2007 году в микрорайоне Гульдар-1. Но до логического завершения дело не дошло. Строительство было выполнено на 90% и близилось к финишной ступени. Заказчиком данного проекта выступило Министерство образования Казахстана. А вот причиной заморозки послужило судебное разбирательство, в результате которого были осуждены руководители фирмы ТО, строительные компании и должностные лица Министерства образования. В итоге здание так и не сдали в эксплуатацию, но уже в 2016 году здание перешло на баланс Акимата области. И строительство школы возобновилось. Здесь провели капитальный ремонт и благоустроили площадку. С 2009 года строительство было прекращено по причине судебных разбирательств между Министерством образования и подрядчиком. Далее в течение более шести лет здание оставалось в бесхозном состоянии. Строительные работы не велись. В 2015 году, в конце 2015 года, в основном правительстве здание было передано в коммунальную собственность Карганистской области. В 2016 году из Национального фонда по программам Нурлжер, а по программе Нурлжол были выделены средства на завершение строительства. В 2016 году, в сентябре, был определен подрядчик. Здание состоит из восьми блоков – учебного, спального блока, вспомогательных помещений, овощехранилища, резервной котельной, а также банно-прачечного блока. Школа-интернат рассчитана на 250 мест. Здесь есть общежития, специальные мастерские, бассейн, спортзал, кинозал, а также комфортабельные учебные классы и благоустроенная игровая площадка. Данное здание передислоцируется со своего старого здания, которое находится в районе Михайловки. Проектная мощность на 250, но сюда переедут 160 детей действующей школы. И часть здания мы отдаем под реабилитационный центр «УМИД». Будет здесь открыто отделение на 140 мест. В настоящее время реабилитационный центр «УМИД» принимает всего 60 детей, и поэтому создается большая очередность для получения необходимой услуги для предоставления своевременной, качественной педагогопсихологической коррекции. Полностью обустроены учебные классы и проведен капитальный ремонт. Однако специального оборудования для детей с нарушенным зрением еще нет. Но к сентябрю обещают установить. Однако есть и небольшие недочеты, которые Акимобласти Ирлан Кошанов поручил устранить до нового учебного года. Хорошо, тогда с 1 сентября поступает учительство. До этого надо все недостатки вы контролируете. Это вам вопрос. Вопрос? Вопрос нет. Ладно. Ладно. В школе будут реализовываться учебные программы, обеспечивающие расширенное и углубленное образование по разным направлениям. Для этого имеются необходимые предметные кабинеты, физики, химии, технологии, информатики, которые оснащены современным оборудованием. Асиль Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Никита Миткин, Первый Карагантинский. Торговая сеть «Скиф» в Караганде представляет суперакции 17 по 30 июля. Газированные напитки в ассортименте 1,5 литра, 189 тенге. Средства для стекол «Клин» 500 мл, 399 тенге. Макароны «Борыс» 1 кг 135 тенге. «Сервилат» 1 кг 995 тенге. «Скиф» просто сравни цены. Карагандинская группа компании ТО «Каспласт» и «Бикемпласт» за год перерабатывают около 5000 тонн полипропилена и больше 100 тонн полиэтилена. Заказы на их продукцию поступают не только с Казахстана, но и с других стран. Основной спецификой предприятия являются канализационные гофрированные трубы и принадлежности для строительства детской площадки. Завод, основанный в 2011 году, оснащен последними экологически чистыми технологиями и уже имеет четыре таких производственных центров. Подобные заводы действуют в Италии, в Арабских Эмиратах и Германии. Число работников превышает 50 человек. По увеличению заказов в летний период приглашается дополнительная рабочая сила, так как вся оснащенная технология завода является германской, обучение специалистов проводится в Германии за счет средств компании. Продукция предприятия экспортируется в Киргизстан, Узбекистан, Монголию и Россию. А вот производственная мощность завода автоматизирована. На сегодня продукция данной компании обеспечивает 60% казахстанского рынка. Даже во время кризиса работа на данном предприятии не останавливалась. Руководитель предприятия Сергей Вадько сегодня вошел в список 100 новых лиц Казахстана. В будущем мы планируем расширять наш завод, планируем расширять нашу ассортиментную линейку. Тут у нас мы делаем уклон больше не на количество, а на качество. Хотя наше оборудование, оно может количество много производить. То есть мы должны быть конкурентно способны не только в нашей стране, внутри страны. Мы должны быть конкурентно способны и за ее пределами. То есть за наш продукт нам должно быть не стыдно смотреть не только потребителям внутри страны, но и за пределами ее. Но пока у нас получается, мы смотрим за качеством. Сам директор группы компании «ТОА Каспласт» и «Бекемпласт» Сергей Вадько – депутат городского маслехата. Также является постоянным членом партийного контроля областного филиала партии «Нур-Отан». Сергея Вадько можно заметить за активно благотворительную работу. Он оказывает спонсорскую поддержку многодетным матерям и малообеспеченным слоям населения. Также социальную помощь детям с тяжелым заболеванием, инвалидам и ветеранам. Руководитель большой компании, активист и сторонник здорового образа жизни, что можно заметить по его активной поддержке в молодежной политике в сфере образования. Эти меры будут продолжаться и далее, говорит руководитель. В этом году завод стал лидером по производству. Предприниматель в рамках программы «ТУЛАНЖЕР» снабдил детскими площадками шесть районов города. Вот такое вот мощное предприятие с непростым начальником, что гордо заявляют и сотрудники компании. Наша компания, группа компании «Каспласт» занимается производством детских полиэтиленовых изделий. Это игровые комплексы, горки, емкость, жироловители, утяжелители. А также мы занимаемся производством гофрированных труб, полипропиленовых. На сегодняшний день наш завод вышел на мировые стандарты. Мы уже поставляем продукцию на всю территорию Казахстана, также на российский рынок. Сергей Николаевич Вадько является генеральным директором нашей компании, очень опытным кризис-менеджером, который в принципе поставил предприятие на ноги. В 2015, 2016 и 2017 год мы вышли на одну из первых компаний нашего Казахстана, а также на российском рынке мы забрали лидирующее место. Главное преимущество таких труб – стойкость к износу. Полипропилен позволяет поддерживать температуру до 120 градусов. Гофра придает жесткость. Трубы не мнутся в глубине 25 метров. Все это используется для детских площадок и для канализационных трубоплощадок. Вся продукция изготавливается по международным стандартам. В дальнейшем завод планирует расширяться и дальше, поддерживая при этом все социальные программы государства. Фариза Албаева, Жуслан Макулбеков, Никита Митькин, Первый Карагандинский. Разыскивается без вести пропавший Мухаммед Яров Ришат Фаритович, 1983 года рождения. 6 июля текущего года примерно в 10 часов вышел из своего дома, расположенного по адресу Восток-1, и до настоящего времени не вернулся. Приметы. Рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. Был одет в белую футболку, в синих шортах и синих сланцах. Просим всех лиц, владеющих информацией о его местонахождении, сообщить в Новомайкудукский отдел полиции УВД города Караганды. В настоящее время в Караганде полным ходом идет работа по реконструкции и модернизации электрических сетей. Кроме того, установлена новая центрально-распределительная подстанция и около 10 комплексных трансформаторных подстанций по городу. Новшества реализуются в рамках инвест-программы, которая будет длиться до 2020 года. Карагандинская энергосистема на протяжении многих лет характеризуется как одна из лучших и надежных в стране. Говоря о сегодняшнем этапе развития энергетики, необходимо подчеркнуть, что ТО «Караганда-Жарык» активно реализует ряд программ, направленных на качественную передачу электрической энергии. В частности, инвестиционной программой до 2020 года охвачены районы Юго-Восток, Федоровка, район Мелькомбината, Нового города и Октябрьский район. Реконструкция линии необходима для увеличения надежности и пропускной способности, направленного на дальнейшее эффективное электроснабжение районов Тихоновка и Пришахтинска. Данная программа у нас будет реализация намечена на период 16-20-х годов. На 17-й год у нас запланирована установка новых КТП, реконструкция новых КТПГ в количестве 95 штук, протяженность электрических сетей, распредсетей 6904, воздушные линии электропередач, кабельных линий, строительство новых воздушных линий с применением самонесущего изолированного провода, общей протяженностью 90 километров. Значит, на этот год у нас запланировано проектирование нового воздушной линии от постанции Караганда до ТЭС-3, общей протяженностью 13,3 километра. На сегодняшний год, на 17-й год, у нас также идет проектирование нашей подрядной организацией строительства нового постанции Тихоновка, которая разгрузит наш район Пришахтинский и Тихоновка. При реконструкции энергетических сетей специалисты ТО «Караганда-Жарык» используют самые современные материалы и технологии. В процессе прокладки линии используется кабель с изоляцией изшитого полиэтилена, что позволяет повысить надежность электроснабжения и увеличивает пропускную способность линии. Следует отметить, что в результате проведенных работ качество и надежность электроснабжения по городу значительно улучшились. Субтитры создавал DimaTorzok